Эй, всем привет! И вы на канале Моё Детство. И сегодня я вам покажу моих эксклюзивных придуманных SCP, часть 2. Надеюсь, вам понравилась первая часть моих придуманных SCP. И я решил сделать вторую часть. Эта часть получилась более жуткая, так что лучше отложить приём пищи. Ну что же, поехали! SCP – улыбчивый продавец. Класс Кета. Это обычный человек. Он продаёт любые вещи за часть вашего тела. Вначале он продаёт за какую-то маленькую часть тела. Ну, например, за мизинец или ноготь, в Мерседес. А потом человек уже не может остановиться, как в азартной игре. Человек продаёт свои части тела за разные вещи. В конце концов человек умирает. А потом улыбчивый продавец из частей тела этого человека создаёт новые вещи, которые он будет продавать. Сотрудники фонда согласились, чтобы он один раз в неделю убивал одного сотрудника класса Д. Взамен на то, чтобы он не выбегал и не убивал обычных учёных. SCP должен остаться только один рыжий. Класс Евклид. Это гуманоидное существо, чем-то похожее на скромника, но только имеет рыжую бороду и рыжие волосы. Его история очень длинная и интересная. Когда ему было 8 лет, и он был обычным мальчиком, то произошла Первая мировая война. Над ним решили немцы поставить эксперимент с хлором, чтобы узнать, как он действует на людей. Когда его испытали, его отпустили. Кожа стала бледной, потом стала полностью белой. Его волосы с рождения были рыжими. А люди, которые ставили над ним эксперимент, тоже были рыжими. После этого началась Вторая мировая война. Его взяли в армию, но потом решили поставить над ним эксперименты. В конце концов, у него после Второй мировой войны начали удлиняться пальцы. Кожа стала вовсе белой, а лицо деформировалось. До этого он все убирал махияжем. Но потом это стало все очень видно. Дальше на него напал еще один рыжий человек с ножом. После этого, SCP, должен остаться только один рыжий, стал ненавидеть всех рыжих. Так как все, кто делали ему плохо, были рыжими. Так что, когда он видит кого-то рыжего, то он бежит и убивает его. Но эксперимент, когда перед ним поставили зеркало, не увенчался успехом. Он уничтожил зеркало и убил всех рыжих в комплексе. Он очень любит животных, даже рыжих. Потому что он знает, что животные ничего ему сделать не могут. Он попал в фонд в 1993 году, когда он уже не мог скрываться и спрятался в одной из квартир рыжего человека. Фонд его нашел. Когда соседи этого рыжего человека вызвали полицию, то вместо полиции приехал фонд. Они вошли в квартиру и нашли там этого SCP. Они его схватили, но некоторые из сотрудников, которые его ловили, тоже были рыжими. Поэтому он их убил и сбежал. Его ученые нашли в приюте для животных, где он гладил всех кошек и собачек. После чего его все-таки поймали и засунули в камеру. Он очень любит разговаривать. И каждую неделю ему должны два раза приглашать сотрудников класса Д, но не рыжих, чтобы он с ними мог поговорить. Также каждую неделю к нему должны отводить его личную кошку и собаку. SCP Скрипка Паганини. Класс безопасный. Это виолончель. Внизу нету железки, которой ее ставят на пол. Поэтому ее и называют Скрипкой. У нее есть очень интересная история. Однажды Паганини, который был известен созданием Скрипок, создал еще одну Скрипку. Но потом он решил сделать из нее виолончель. Он решил закопать все свои Скрипки в землю, чтобы их не нашли инквизиторы. После этого все остальные Скрипки сгнили в земле, а эта Скрипка осталась. Ее нашли сотрудники фонда, когда охотились на Скромника. Они решили взять ее к себе, чтобы играть на ней или отдать кому-нибудь. Но когда они понесли ее в фонд, ученые фонда решили ее обследовать. И узнали, что она обладает магической способностью. Каждый человек, который до нее дотронется, через ровно два часа проломает любые преграды и добежит до нее, чтобы ее уничтожить. После того, как он ее уничтожит, Скрипка восстановится. А человеку нанесется такая травма, которая нанеслась этой Скрипке. SCP-зеркало-циклоп. Класс Кетер. Это зеркало. Внутри этого зеркала находится глаз. Для антуража сотрудники фонда добавили над этим зеркалом специальную стеклянную полочку, на которой лежит тюбик зубной пасты и зубная щетка. Также они покрыли все помещение, в котором находится это зеркало, плиткой. Каждый человек, который посмотрит в это зеркало, ослепнет на 12 секунд вспышкой света. Через 12 секунд, когда он посмотрит опять в это зеркало, он увидит, что ничего не изменилось. Но на самом деле оба его глаза срастутся в один большой. Спустя 13 дней человек будет искать любое зеркало. В течение этих 13 дней человека нужно держать в специальной комнате, ведь он будет убивать любых людей, которых увидит. После этого человек убежит к ближайшему зеркалу, проломав любые препятствия. После этого он подойдет к нему вплотную, и его большой глаз вырастет в зеркало. После этого тело человека исчезнет, и зеркало будет точно таким же, как и то, которое превратило его. Но все зеркала, кроме самого первого, можно разбить. Но вот самое первое, неизвестно из чего состоит, и его невозможно уничтожить. Ученые фонда нашли это зеркало в ванной комнате, в доме, в котором они нашли SCP, вечная кастрюля с макаронами. Они его содрали, но несколько сотрудников после этого стали тоже такими циклопами. Ученые фонда не знали, что делать с этими людьми, поэтому они их поместили в комнату с неуязвимой рептилией, где она их съела. После этого к этому зеркалу отправили сотрудников класса Д, чтобы узнать, как оно работает. Люди превратились в циклопов, потом их поместили в отдельные комнаты, но через 13 дней они проломали несколько стен, из-за чего случились побеги многих SCP. Они подошли к зеркалам и переместили свой глаз в зеркало. Доска Джелли. Класс Кеттер. Эта доска так называется, потому что во время ее обнаружения на ней было написано имя Джелли. На доске написано какое-то имя. Каждый человек, который подойдет к этой доске, увидит, что на ней написано его имя и столько дней, сколько ему осталось прожить. Когда эти дни кончатся, этот человек придет к этой доске обязательно. Его либо притянет, либо он придет сам. После чего непонятная черная рука раздерет его на кучу частей, тело утянет в саму доску и оставит только руку, один палец и зуб. Женщину по имени Ника эта доска убила. После этого фонд запретил каким-либо людям заходить в эту комнату. Эту доску невозможно очистить, так как уборщики тоже будут умирать. SCP гильотина Рихтера. Класс Кеттер. Это обычная гильотина. Каждый человек, который подойдет к ней ближе, чем на 20 метров, переместится к ней на 1 метр. После этого появится сам Рихтер, который возьмет его за шею, засунет его голову в саму дырку от гильотины и запустит гильотину. После этого человек лишится головы. Этого SCP нашли в лесной чаще. Один человек и сотрудник класса D подошли к этому SCP. После этого они переместились. Когда там появился Рихтер, то он не знал, кого первого казнить. Вся казнь продлилась больше 20 часов, так как каждый из двух людей говорили, что нужно убить не его, а другого человека. После этого Рихтер просто достал лезвие из своей гильотины и отрубил им обоим головы. SCP червяки управления. Класс Кеттер. Это 15 червей. Каждый раз, когда они попадают в труп, они начинают им управлять. Специально для них фонд SCP предоставлял мертвых сотрудников класса D, которых убивал скромник или скульптура. Они ими овладевали и нарушали условия содержания. Но в конце концов им отдали доктора Шреддер, которого убил скромник. Они им овладели и сейчас все еще в комнате они владеют его телом. Могут ходить, но больше стены они выломать не могут, так как они сделаны из свинца. Надеюсь, вам понравился мой обзор. Ставьте лайки, если вы хотите, чтобы я продолжал снимать про моих придуманных SCP. Подписывайтесь на канал и предлагайте в комментариях своих придуманных SCP, которых я, возможно, сниму в следующих частях. Ну что же, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok